Об увеличении объемов перекладок подземных коммуникаций заговорили впервые в 2017 году на уровне правительства России. Тогда же был принят федеральный закон об альтернативной котельной для привлечения дополнительных инвестиций в сферу ЖКХ. В 2020 году Самара стала первым городом-миллионником, где с января начали внедрять новую модель теплоснабжения. Распоряжение о переходе Самары в единый ценовой пояс было подписано в июне прошлого года председателем правительства России Михаилом Мишустином. Благодаря этому прошлым летом дополнительно были отремонтированы шесть объектов общей протяженностью 32 километра. К переходу на эту котельную, конечно, нас подтолкнула ситуация с нашими тепловыми сетями. Безусловно, сети изношены, достаточно серьезно изношены, были порывы и, конечно, жители от этого страдали. В 2020 году мы уже опережающими темпами начали перекладку достаточно крупных участков сетей и эта зима показала, что у нас аварийность снижается. В этом году в областной столице планируют переложить 65 километров теплотрасс. Это в два раза больше, чем в прошлый рекордный год. Финансирование на необходимые работы по перекладке увеличено. В 2021 году на модернизацию тепловой инфраструктуры ресурсоснабжающие организации направят порядка трех миллиардов рублей. Перечень основных объектов утвержден. Однако, благодаря опережающему финансированию инвестора появилась возможность увеличить их количество. Сейчас обсуждается список дополнительных участков. Это достаточно существенный для нас дополнительный объем, который требует от нас серьезной мобилизации и больших на самом деле работ в черте города. Устаревшие теплосети меняют на современные с необходимой изоляцией. Они будут оснащены системой оперативного диспетчерского контроля со сроком службы 50 лет. Особое внимание во время ремонтной кампании администрация города уделяет обеспечению потребителей горячим водоснабжением. На тех участках, где работы будут вестись более двух недель, в обязательном порядке должна быть собрана резервная схема для беспребойной подачи горячей воды в жилые дома. Ремонтные работы планируют начать уже в конце апреля, сразу по завершению отопительного сезона. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.